С 25 по 30 августа на базе Казанского университета и астрономической обсерватории имени Ингельгарда проходит международный научный симпозиум «Исследование Луны и космическое технологическое наследие». Мероприятие в торжественной обстановке открыл проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский. От лица ректора Казанского университета Леофоровича, от лица руководства всего коллектива на официальном теореме открытия международного научного симпозиума «Исследование Луны и космическое технологическое наследие», которое в этом году приурочен к двум очень знаменательным датам в эпохе исследования Луны. Симпозиум приурочен к двум выдающимся событиям в истории изучения Луны. 50-летию первой в мире мягкой посадки на лунную поверхность советской АМС «Луна-9», а также выводу на орбиту первого в мире искусственного спутника Луны. Это мероприятие как бы не единственное мероприятие, а в нем сосредоточены три отдельных мероприятия. Это первое – исследование Луны, современнейшие программы, какие мы будем принимать решения по участию в этих программах, что в мире происходит по исследованию Луны. В период проведения симпозиума будет организована молодежная школа по астрономии с участием школьников, студентов и аспирантов из России и стран СНГ. Дети, они не получают сейчас астрономическое образование в школе, и мы стараемся всеми силами дать его в Казанском федеральном университете. Это и планетарий, и астрономическая обсерватория, где читаются соответствующие лекции, и, соответственно, вот такие вот мероприятия, где устраиваются такие вот летние молодежные школы. Казанский университет с момента основания, он всегда исследовал нашу ближайшую космическую спутницу. И здесь очень много чего наработано, очень много чего сделано, но предстоит сделать еще больше. Стоит отметить, что в работе симпозиума принимает участие дважды герой СССР, первый человек, вышедший в открытый космос Алексей Архипович Леонов. Напомним, что симпозиум будет продолжаться до 30 августа. Адиль Валеева, Роман Самарин, Универньюз.